Эти системы в основном были предназначены для полной очистки. Будь то непроизносимое южноамериканское название, или ЛСД, или наркотики, или что-то еще. Если вы просто посидите с закрытыми глазами, не вовлекаясь в свой ум, вы получите эффект в миллион раз больше, чем от Айваски. Вам необходимо понять, что то, что делали племенные общества, делалось для достижения сразу нескольких целей. Не только в Южной Америке. В Индии тоже есть такие вещества. Может быть, не из тех же видов растений, имеющие иную природу, но в результате их употребления происходит полная очистка. Это было очень важно для людей, которые жили в лесах. Потому что если вы живете в дикой природе, предположим, вы поселитесь в джунглях, количество паразитов, которые живут в вашем теле, будет увеличиваться. Их разнообразие и число увеличатся в разы. Недавно было опубликовано исследование, в котором говорится, что существует определенный вид паразитов, которые в основном присутствуют в кошачьих экскрементах. Если вы играете с кошками и где-то неподалеку были кошачьи экскременты, очень возможно, что этот паразит находится внутри вас. И это не единственный пример. Если вы действительно проведете анализы под микроскопом, обнаружится множество паразитов. Поэтому, если вы живете в дикой природе, подвергаясь воздействию природных элементов, количество паразитов, которые будут жить в организме, значительно увеличится. Некоторые паразиты могут быть опасны для жизни, некоторые могут нанести вред организму, но большинство других этого не делают. Они питаются вами, но также и дают вам что-то. Поэтому тело не слишком им сопротивляется. И так продолжается. Связь продолжается без вашего ведома. И это нормально. Но с течением времени, по мере увеличения их числа, организм должен очиститься от них. Таким образом, эти системы были в основном предназначены для полной очистки. В Индии у нас есть различные методы, в которых используются не обязательно галлюциногенные вещества, но есть также и смеси с галлюциногенами, в результате применения которых происходит это полное очищение, потому что в Индии мы не верим в возврат того, что ушло после очистки. Мы хотим вывести это из организма. Итак, существуют системы, с помощью которых, если вы выпьете воду, через два часа выйдет только чистая вода. До такой степени весь ваш пищеварительный тракт полностью очищается. Это то, что со всеми нами регулярно делали, когда мы росли. Раз в месяц каждый должен был пройти тотальную чистку. Без этого считалось, что человек никогда не будет здоров, потому что это был один из способов справиться с любым видом расплодившихся паразитов. Не все паразиты имеют форму червей, ленточных, круглых червей или чего-то еще. Есть паразиты, которых вы не можете увидеть. Они микроскопические по своей природе. Вы не можете их увидеть, но они существуют, и чтобы очиститься от них. А максимальное количество паразитов обычно проживает в вашем пищеварительном тракте. Есть паразиты, поражающие кровь, клеточные паразиты, но имеются способы воздействовать на них. Все это взаимосвязано. Паразитам нужна собственная экосистема. Если вы полностью устраните присутствие паразита в вашем пищеварительном тракте, другие паразиты, как правило, не смогут выжить, за исключением нескольких видов, потому что им нужна экосистема собственного вида. Так что периодически разрушать эту экосистему было частью племенной жизни, иначе люди бы постепенно начали болеть, видать и умирали бы рано. Так что подобное применялось постоянно. Наряду с физическим очищением происходит также очищение эмоционального и психологического багажа, который накапливается внутри человека. Но как только вы используете для этого химические вещества, вы в некоторой степени становитесь зависимы от них или ограничиваете себя этим процессом. Но если кто-то верит, что он достигнет осознания, очистив свой пищеварительный тракт, такому человеку нужно лечение другого вида. Да, определенно все это очищает организм. Это также открывает некоторые возможности. Люди использовали галлюциногенные способы доступа к определенным измерениям, которые в значительной степени оккультны по своей природе. Именно по этой причине и в Северной, и в Южной Америке очень распространен оккультизм, потому что они использовали другие виды вспомогательных средств, чтобы сделать себя доступными для определенных возможностей. Я хочу, чтобы вы поняли, если вы расчистите немного пространства в хаосе вашего интеллекта, будь это какое-то южноамериканское вещество с труднопроизносимым названием или ЛСД, наркотики или что-то еще, это будет только временный доступ. И зачастую это может полностью выбить вас из калии, потому что вы получаете разовый доступ к высокому опыту, а затем возвращаетесь обратно. Это сломит вас. Это все равно, что, скажем, вы зарабатывали 10 миллионов долларов в год, и привыкли тратить эти 10 миллионов. Но если в следующем году вы заработаете только 1 миллион долларов, то будете сломлены, потому что у вас будет только один. Очень многие люди мечтают иметь этот 1 миллион долларов. Итак, если вы подниметесь, не заслужив этого, ломая ум химическими веществами, если каким-то образом вы поднимаетесь до какого-то опыта, а затем спуститесь вниз, тогда вы увидите, что станете гораздо более несчастными, чем когда-либо прежде. В Индии люди жаловались, садгуру, «Почему вы проводите программу Бхавас Пандана только в Америке, а не проводите в Индии? Проведите хотя бы одну такую программу в Индии». Я ответил, «Для всех вас, кто уже прошел Бхавас Пандану, минимум три раза, я проведу одну суперпрограмму Бхавас Пандана». Единственное условие — на каждого участника нам нужно по три волонтера. потому что для каждого нужно будет принести по ведру, потому что их будет рвать. Я надеюсь, они не будут делать чего-то другого. На обед их нужно будет буквально вести за руку, они не будут знать, как есть, вам придется кормить их. Вот что происходит на южноамериканском курсе. Вы не будете знать, как что делать, вы будете как новорожденный. Кто-то должен будет наливать вам воду в рот, кто-то отводить в туалет, иначе вы будете делать это повсюду. Мы можем сделать такую суперпрограмму Бхавас Пандана без всяких трав и химикатов. Мы можем настроить это измерение в вас таким образом, что это будет являться очисткой на всех уровнях. Но не путайте это с осознанностью. Да, это даст вам некоторое облегчение, но это ни к чему вас не приведет. Во-первых, это не способ срезать путь. Это очень долгий, затянутый процесс. Бесконечной рвоты и выведение кишечником всего, что внутри. В буквальном смысле. Я же говорю о кратчайшем пути. Если вы просто сядете с закрытыми глазами и не будете вовлекаться в свой ум, вы получите эффект в миллион раз превышающий эффект от айваски. Просто научитесь не вовлекаться в свой ум. Вот и все. Итак, кто-то хочет дать вам химическое вещество, полностью подавить ваш ум и дать испытать некий опыт. Пожалуйста, поймите следующее. Вот вы идете по улице. Если мы возьмем палку и ударим вас по голове, это тоже даст вам опыт. Понимаете? Нет-нет, я говорю не только о боли. Когда люди находятся в бессознательном состоянии, они проходят через различные уровни галлюцинаций. У некоторых бывают приятные переживания, у некоторых — очень неприятные. То же самое происходит и с этим южноамериканским методом. У некоторых людей появляется такой плохой опыт, что они никогда больше не хотят туда возвращаться. А некоторым это нравится. Так что даже если вы ударитесь головой о стену, ваше сознание может отключиться. Потому что все, что для этого нужно — это чтобы вы вышли за пределы своей памяти. Вот и все. Вы все еще в сознании, но за пределами своей памяти. Тогда вы взорветесь. Как же отделить вас от памяти? Будем ли мы это делать с помощью химических веществ или будем делать это осознанно? Вот единственный выбор, который у нас есть. Мы можем делать это либо с преданностью, либо с интенсивностью эмоций, либо с энергией, либо с осознанностью. Что касается химических веществ, если мы будем их использовать, люди использовали ЛСД и чувствовали себя фантастически. Они всем это рекомендовали. Вы немного опоздали. В мое время все вокруг были под ЛСД. Но я был под чем-то другим, под чем все они хотели быть. Потому что они знали, что поднимаются и опускаются. А я всегда такой. Итак, вопрос в следующем. Если вы вытянете снаружи то, что должно было произойти внутри вас, вы думаете, что от этого не будет никаких последствий? Мы можем провести эксперимент. Когда вы съедаете пищу, вам требуется время, чтобы переварить ее. Но мы вытащим ваш желудок, сделаем так. Пищеварение пройдет быстрее, а затем вставим вам его обратно. Хороший трюк. Но, как вы думаете, разве это не будет иметь последствий? Вот и все, что вы пытаетесь делать. Вы можете... Видите ли, люди всегда пытаются сплести целую философию вокруг тех вещей, которым они имеют влечение. Вы хотите продвигать свою компульсивность как осознанность. Вот в чем проблема. У каждого своя философия. Спросите пьяницу, почему он пьет. Вот, увидите. У него очень глубокая философия относительно того, почему он пьяница. Да или нет? У каждого, кто хочет заниматься своей ерундой, есть своя философия. Но есть разница между философиями и физическими измерениями жизни. Химия в определенном смысле — это просто физическое измерение. И существует большая разница между всей этой химией и пробуждением. Это совершенно другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова